Чикаго – один из главных транспортных центров США. Здесь также проживает одна из самых крупных украинских общин в Соединенных Штатах. Когда в феврале началось полномасштабное вторжение России в Украину, украинские владельцы крупнейших транспортных компаний города решили сплотиться, чтобы помочь родной стране. 20 логистических компаний, которые в то время были конкурентами на американском рынке, а их владельцы имеют украинские корни, объединились и решили создать фонд. Мне были знакомы. Буквально за несколько часов мы приняли все решения, что будем создавать этот фонд и уже в последующем принимать какие-то решения, как мы это будем делать дальше. Чтобы обеспечить фонд финансово, владельцы компаний договорились еженедельно делать денежные взносы из личных средств. Затем они открыли счета в банке и зарегистрировали благотворительный фонд. Главная задача не просто собрать средства, но и правильно их использовать, закупить нужный товар и передать его тем, кто в нем действительно нуждается. Тогда волонтеры решили, что надо искать контакты в оборонных ведомствах Украины, чтобы работать напрямую с ВСУ. Нам удалось выйти на Генштаб, чтобы нам полностью разъяснили ситуацию, какие есть потребности, что сейчас важно передать и как правильно это сделать, чтобы не было никаких злоупотреблений. Был создан меморандум о кооперации с нашим ВСУ, подписанный Валерием Залужным. Первое, о чем их просили военные, это бронежилеты и шлемы. И за первые три месяца работы, рассказывают волонтеры, они отправили в Украину 10 тысяч бронежилетов и более 5 тысяч шлемов. Следующая острая потребность – комплекты военной формы. Военной формы было передано 10 тысяч комплектов. В комплект входят брюки, китель, обувь, наколенники, рюкзаки, варежки, очки, футболки, балаклавы. Даже носки мы закупали. Через несколько месяцев волонтеры поняли, что собственных финансов не хватает и привлекли звезд украинской сцены к сбору средств на концертах в США и на фестивалях украинской общины. Украинские группы, певцы, которые сюда приезжают, такие как Скайбе, Зубмежинь, Калуш, они помогают нам привлекать средства. Самый большой сбор был во время тура группы Безубмежинь. Им удалось собрать более 175 тысяч долларов в бюджет фонда. Мы очень им за это благодарны. После фестивалей и концертов о Help Heroes of Ukraine узнало больше людей, поэтому появились инвесторы среди американцев. Так фонд от помощи одежды и бронежилетами перешел на закупку военных товаров двойного назначения. Мы говорим о тепловизорах, приборах ночного видения, дронах, коллиматорах. У нас есть все американские лицензии для экспорта и импорта, чтобы законно их экспортировать в Украину. Соответственно, также украинские документы по гарантийным письмам, что мы имеем право легально ввозить товары в Украину. В общей сложности, говорят волонтеры, Help Heroes of Ukraine за 9 месяцев войны отправил в Украину 150 тонн военной помощи. Среди них 100 американских автомобилей. Волонтеры получают запросы от воинских частей и подразделений. Затем эти запросы они посылают в одно из отделений Генштаба ВСУ на проверку. Если нужды военных подтверждают, волонтеры начинают работать с военными. Мы проверяем, легитимна ли эта военная часть, где она находится, какие у нее нужды, нет ли у них на балансе уже того, что они просят. Работают для фонда как сами собственники логистических компаний, так и их сотрудники. У нас есть чат, где все компании находятся. Например, Рома пишет, что нужно 15-20 человек сегодня. И каждый из компаний, из владельцев пишет, сколько человек он может предоставить сегодня для данной работы. Все равно, если это наши работники, которые тоже приходят сюда и помогают, то они все равно получают свою зарплату. Есть у фонда склад и в Украине. По словам волонтеров, они настроены работать долго и уже разрабатывают стратегию деятельности фонда после победы Украины. Мы уже обсуждали этот вопрос. Мы наверняка начнем с помощи детям. То есть, если школа разрушена или садик, мы будем отдавать свою помощь и внимание, чтобы восстановить это как можно скорее. Потому что дети – это цвет нации. Большинство соучредителей фонда живут в США около 20 лет. Здесь у них семьи и стабильный бизнес. Эта война превратила их из конкурентов в партнеров. Они говорят, что своей волонтерской деятельностью защищают места своего украинского детства. Субтитры за субтитры. Соботитые фонда живут. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...